Ну что же, здравствуй Димыч, здравствуй Пашендий, с вами снова я Кирилл и мы наконец-таки продолжаем, продолжаем проходить GTA 5. Ну да, довольно долго я не снимал по ней видео, примерно полмесяца у меня были большие затруднения с системными файлами, из-за которых игра GTA 5, да и вообще другие игры просто тупо не запускались, короче. Ну я ее решил, переустановил систему, все это доделал, установил саму GTA 5 за часов 6 и перекинул все сохранки, чтобы все не слетело. И собственно продолжаю, это уже четвертая часть, да, продолжаю я проходить. Ну что же, я немножко посмотрел прошлую мою серию, третью, там у меня, мы остановились на миссиях за Майкла, за Франклина в общем. И что я хочу сказать, в прошлой части мы помогли сынишке Майкла, в прошлой части, и также мы еще выполнили одно поручение подруги Франклина, как ее там зовут, Тоня что ли, да, по-моему Тоня. Да, опять у нее какой-то пьяный чувак, в общем, не знаю, машина не заводится, нужно с помощью эвакуатора отвезти, ну в общем, обычное такое задание. Ну и мы, собственно говоря, продолжаем, да, продолжаем мы похождение нашей GTA 5 за наших парнишек, за наших друзей, ну и преступников, можно так тоже сказать. Ну и, собственно, продолжаем, тогда посмотрим, как тут со звуком, потому что тут мне может быть не слышно, да, и вообще, то есть, да. Вот громкость музыки, громкость звуковых эффектов, давай чуть-чуть убавим, громкость музыки. Да, тоже убавим, чтобы было слышно, в общем. Мой голос, потому что так тогда будет, конечно, хреновато. Ну, немножко, конечно, она будет тоже, как Zyvill Vizin, чуть-чуть так подлагивает, но как-то более-менее можно попробовать списать, то есть, что-то можно сделать. Итак, записываю я с разрешения 1280 на 720 и в бандикаме, и в самой игре, потому что тут я кое-что настроил, и, в общем, такие вот дела. Так, ладно, что-то я перебежал, какой-то там, далеко я перебежал, давай сядем в машину вернемся, да. Ну, идем на очередную миссию, так, давай-ка мы сейчас, у нас очень сейчас интересная миссия на счету, я даже помню ее прекрасно, хоть даже я в эту игру и полмесяца не играл, но я помню, что у нас будет за миссия, и пока говорить не буду. Ну, для вас она будет интересная, Димыч Андреевич все знает, да и Пашенди знает, но вы уже, наверное, скорее всего, мои ребятки забыли, что это за миссия. Так, ну что мы сейчас проведем? Ну, я, наверное, не, наверное, как бы сказать, в ТПшность, хотя ладно, что нам, в принципе, недалеко ехать, давай сейчас мы на карте обозначим миссию Франклина. Кстати, у этой миссии тот пазл-то и нашел, пасхалку CJF GTA V, да, причем, почему мы ничего не сделали? Почему мы ничего не сделали? Просто нажимаем. И, кстати, я хочу сказать, что когда я... Когда я радио вообще отключил, полный вообще бред. Так, Q, да? Q это быстро выбирать радио. Вот так сделаем. В общем, да, и когда я запустил GTA V, то есть я сразу запустил таблетку и не стал сразу же запускать... Лаунчер, я запустил таблетку, то есть, да, и у меня опять выскочила эта дурацкая ошибка, про то типа, мол, X007B, да, вот эта вся херня. И я ее на этот раз уже исправил, то есть уже, да. И теперь, собственно говоря, записываю. Будут небольшие подлагивания, но ничего страшного. Взаевывозимые они тоже были. Но это же GTA V. Что ты хотел, мальчик? Так. Что это было у меня сейчас в комнате? Какой-то профит у меня в комнате. Хотя у меня никого нет. Кроме меня. Ну окей, заходим в дом Франклина, и у нас начинается новая, новая миссия. Я уже практически убрал те лаги с того, когда едешь на машине, и начинает он у нас под туплер. Чуть-чуть убрал те лаги. Ну, так они небольшие, так и так будут. Ну, вот так, опять же, все-таки ты понимаешь, да. Ну что же, по две миссии. Одна миссия за Франклина, другая миссия за Майкла. Окей, все. Идем на миссию. Смотрим катсценку. На этот раз уже без черных полос. И я умолкаю. Смотрим катсценку. Что за бред? Смотрим катсценку. Смотрим катсценку. Смотрим катсценку. И так, собственно, что нам нужно сделать? В общем, Ламар привел нам какую-то такую собачку, которую он назвал Чопом. Так, следуйте за Ламаром. Окей, давай. То есть, ну, возвращение Ламара, то есть, у него есть своя собака. Почему он раньше, он мне показывал, мне это интересно. И начало, я вообще не понял, что это было за начало ролика. Какое-то странное начало. Вообще, я считаю, что мне стоило туда вставлять. То есть, вышла тетя Франклина с какой-то еще одной дурочкой. И начинать, что они какой-то бред нести и пошли бегать. Я считаю, что лучше бы начали катсцену как раз-таки с приходом Ламара, с Чопом. А вот это вот в начале, в самом про тетю Франклину, лучше бы реально скипнули. Это же смысла нет. Смысла нет это показывать. Мне кажется, это лишнее. Так. И да, собственно, ты понимаешь, что данная миссия у нас будет с собакой. То есть, первый раз в серии GTA у нас будет миссия с животными. Я уже говорил, что есть животные в GTA 5, но я не говорил, что они есть в миссиях. Но это раз ты в этом убедишься. Ну и, в общем, вы убедитесь, в общем, в этом. Тут нужно у нас состоится... Одна встреча, нужно будет подсечь, так сказать, одному... Одному Нигу. И задать ему, в общем, чертей. Что-то он Ламару сделал, а мы должны в этом ему помочь. Ламару. Ламару. Я не знаю, что это было бы. Ну, кей-то, что-то я не знаю. Так что вот такие вот дела. Так, опять плют. Почти мы приехали навстречу. Давай, давай. И что у нас тут будет такое? А, мы еще не до конца доехали, точнее. Вот, несу. Ну, что ж, смотрим сейчас небольшую кат-сценку. Ну, как же без этого, да? Сночки-сценку. долл в санкции александр сетя сетя лав альтернативу арктисту маркет гайссин сегния маэс поэм оттопа но субботник истинец сми но в общем какой то нет и в общем пытался изобрести наркоту у местной девчонки, и мы должны, собственно говоря, его остановить. Только не понимаю, зачем? Зачем им это надо? Не понимаю. Ну да, Баллас их враг, то есть, да. Это Баллас, это какой-то наглый Баллас, это их враг. Враг Гроувицев, ну, какое им дело до того, что он там пихивает? Ну, скорее всего, просто он появился на их территории, да, и пихивает, наверное, их девки, наверное, какую-то там таблетку эксиди. Все-таки это наркота все, да, и поэтому Ламара так бомбанула, да. Да и самого Франклина, в принципе, это тоже. Теперь надо расследовать за этим Мигой, и, собственно говоря, потом ему вломить. Вломить по самое... не хочу. И ни в коем случае сейчас его убивать нельзя. Господи, сука. Так, стоять. Полиция Гроувицев у тебя. Сейчас сагрится. Так что, чувак, тебе не уйти. И как ты понимаешь, в этой миссии мы используем нашего Чопа, да. Так, используем небольшую способность Франклина. Мне лично нравится эта миссия. Есть ли что-то такое новенькое. Хотя, нет, сейчас пока, в принципе, ничего нового. Но когда мы будем играть, да. Чопа, это уже будет что-то новое. Вот он, ошибся. Спасибо этому автобусу. Сейчас нужно за ним будет следовать, да. Давай, Чопик. Зеленым ошенничком. Догоним того ублюдка, короче. Давай, стоять, сучка. Вот так примерно, короче, смотрите, ребят. Смотри по Шенди. Вот так, короче, как тот док, да. Вот так ты... Вот так ты будешь убегать от своего бати, да. Вот так вот. Если ты получишь, короче, двойку по... По русскому. Вот так ты будешь убегать. Типа, Франклин это батя, а тот чувак это сын. Типа, и так батя будет с ремнем, короче, бежать за сыном. И, в общем, будет пытаться его отстегнуть. Давай. Вон он. Решил под поезд побежать, да. Поездную станцию такую. Так. Бег повышает выносливость, да. Ну, я знал, я как бы это не даун. То есть, я не знаю, я знаю все, конечно. Все, нам нужно... Так, куда он бежит? Он что, смесился, что ли? Так, интересненько. Двою же мать. Так, включаемся за Чопом. Так, и... А, следовать за Чопом. Выберите Чопом, вот, выберите Чопом, все. Да, и теперь он сам... Сам бежит, то есть, когда мы... Так. То есть, когда мы играем за Чопом, просто... Просто он сам все делает. Мы просто можем следить, как он... То есть, как тебе объяснить. Ну, короче, вот мы переключили за Чопом, да. И мы за него не играем. Мы просто смотрим... Со стороны его взгляда, то есть, что нужно делать. Просто. Он сам бежит. В общем, сейчас нам нужно осмотреть этот поезд, потому что, возможно, этот подонок спрятался в одном из этих контейнеров, и нам нужно, в общем, это все осмотреть. Так. Тут никого нет. Да. И еще у нас одна. Дверца, так называемая. Еще у нас тут есть. Да ни хера вообще ничего нет. Давай. Давай. Ну, как ты понимаешь, этот Нига любит прятаться, и для этого нам нужен Чоп, чтобы по запаху его отыскать. Так. Вон он побежал. Сейчас мы переключаемся. В общем, смотрим, куда же побежит наш Чоп. Еще там за него вообще мало тут дают поиграть. И кого ты нам нашел? Я не понял. Ты... Ты нормальный человек, Чоп? Че он делает? Это же... Мало того, что он трахает собаку, так эта собака еще и самец. Он что, гомосек, что ли? Это же мужской пол. Ты что делаешь? Как тебе не стыдно, песик? Как тебе не стыдно? Какая у тебя ориентация? Эх, эх, эх. Rockstar, Rockstar, Rockstar. Как не стыдно такое показывать? Это же... Это же школьники играют, то есть. Да. Эх, эх, эх. Позор, позор. Понимаете, если бы это было дамочка, да? Он бы ее так того. А это... Самец. Вот это вот от траха. Сейчас я тоже вместе с тобой его от траху. Студе, сука. Трохую тебе. Нам нужно просто его прижучить, короче, да? Вот и все. Мне это чем-то сейчас Мухтара напомнило. Ха-ха-ха. Четенько так вообще. Все, поймали. Давай. Че, посторожить этого подонка? Больше вон наркоту всовывать нашим бабам не будет. То есть не нашим бабам, а бабам с нашего района. Хотя я не хрен вообще знаю, район ли это был Гровицов, или это был район Баласов, я вообще хрен знаю. Но если бы это был район Баласов, то вряд ли бы Ламар и Франкхен поехали бы и прижучили бы его. Либо они вообще просто этого искали, то есть искали этого определенного чела, то есть что-то он сделал такого плохого, что они стали за ним охотиться. И меня это немножко напрягает. А мы слушаем диалог, и я. И едем до конца, на место назначения. Осталось чуть-чуть. В общем, вот так вот вас посадят, да, в этот фургон, если вы попытаетесь в дисковом магазине без спроса взять GTA 5 на PlayStation 4. Вот, вот что с вами будет, вы будете так же сидеть в фургоне, только в полицейском, вас повезут в тюрьму. И мы его еще отпустили, я удивляюсь. Я удивляюсь, не будем. Ну ладно. Это, собственно говоря, нужно как-то прокомментировать, да. GTA 5 у меня работает, но в этом разрешении практически так же, как из-за его визин, так что, в общем, будет у нас одинаково, по-производительности. Не сразу начинает обсирать друг друга. Вот выполнен вместе с заданием. Сказал бы ему там, пошли пивка выпьем там в клуб, там пошли на стриптиз, посмотрим там все такое. А они после каждого задания начинают слать друг друга, просто троллить. Что это вообще было? Ладно. Так, и у нас выполнена миссия, называется у нас ЧОП. Да. Что ж, давай тогда сохранимся, что ли? Хотя, ладно, поедем сейчас домой, наверное, сохранимся. И поедем на следующую миссию уже... Уже под нашим Майклом. Мне просто интересно, что там сейчас у него происходит. Как он... Как они там... Какие у них там отношения с сынишкой? Да. Мне это интересно. Будем... Не будем, в общем, мы этот фургончик сохранять, мы просто сейчас пойдем сохранимся. Ну, я, конечно, мог в телефоне сохраниться, но как-то привычнее зайти домой. Что у нас наша тетка делает? Привет. По телефончику болтает. Сохранить игру. А и опять же не продумали. Ну, чё ж вы... Ну, хоть бы в пятой части продумали то, чтобы он снимал обувь и ложился спать. Ну, это какой-то колхоз получается, хотя он родился... Хотя он ниггер. Мы сохраняемся в затруднениях. 3.2. И, собственно говоря... Переключаемся на Майкла и... И выполняем уже задание на него. Так. У нас потемнело. То есть там... Мне интересно, в принципе, что будет дальше. Хотя... Я, конечно, доходил и проходил этот момент, но... Хочу сказать сразу, что дальше будет ещё интереснее. В общем... Рокстар просто в конец офигеет давать такие миссии. О. Вот это мне миссия. Вот это мне музыка нравится. Так. В общем, сейчас мы... Едем на миссию Майкла. Давай. Так. Давай, хотя бы... Мы лучше эту тачку поставим в гараж. Потому что у нас сейчас гараж пустой. Да. Хотя у нас тут бета есть. Ладно. Поставим её в гараж. И идём на миссию, да. Вот он наш Майкл. Ничем он не изменился. То есть... Такой же семьянин. Ну и смотрим очередной ролик. И у нас миссия называется... Как оно называется? Семейная консультация. А я пока отдохну под руку чуть-чуть. Йо! Майкл, иди сюда! Нет, извините, брат. Она сказала, что ты не получил. Ты и я будем получать. Мы будем уничтожить твою фуниральность. Я очень извините, брат. Я собираюсь обучать эту сессию. Я помню. Ты милый человек! Милый человек! Милый человек! Иди сюда! Эй, ты! Простите! Что ты, брат? Ты от моего пути. Майкл, подождите! Что происходит? Ничего не случилось. Было неизвестное. Она милая милая милая. Вы буржите меня. Не было так. Ты везешь? Я в этом месте. Просто не убивай его! Да, походу, Майкл сейчас бомбанул. Да, в общем, застал он, да, свою жену в измене. Я ему сочувствую еще как. Как мне понять, что такое измена? Блин, я не думаю, что ты должен сказать. Он живет где-то в Каннио. Мы его найдем. Мы его найдем. Блин, что мы делаем? Что мы сейчас делаем? Мы... Блин, сука, не туда поехали-то. Откуда я? Да, и сейчас мы должны, в общем, проследить за тем чуваком и, собственно говоря, поймать его и убить. Так. Миссия очень интересная. Не очень много новых моментов и которых мы сможем, которые мы сможем соответствовать. Так что, ну, ставьте оценки этой миссии лично. О, этот парень присоединился? Ну, это лето. Ты не трогаешь, чувак. Это какой-то человек. Ах, черт, да. Пойдем, давай возьмем какие-то сильные слова. А мы будем коммуницировать спокойно и очевидно. Это за черт, черт. Давайте я не буду поварить. Так что, это просто стоит прокомментировать. В общем, как мы понимаем, живет он вот на этой вышке, хотя, наверное, не живет, а прячется скорее просто. Вон, мы его видим. Тот пытается попросить прощения, то есть, неправильно понял, да, то есть, то есть, сорян, типа, что я переспал с твоей вумен, то есть, ну, типа того. Но, Майкл есть Майкл, и его не остановить. Хотя, в принципе, я, наверное, сделал бы на его месте то же самое. Тут, Майкл, ты должен рассуждать глобально. Тут, скорее, виновата твоя жена, нежели чем мудила, то есть, да, тут нужно с женой разбираться, потому что, как бы, если бы жена тебя любила, она бы тебя не изменила, то есть, то, что ты убьешь его, ты этим ничего не добьешься. Тот еще пытается тролить как-то, да? Привязали, в общем, мы канат, чтобы разрушить его дом. Но, как мы узнаем в будущем, ни к чему хорошему это не приведет. Досматриваем кат-сценку. Садимся в тачку, короче. И просто едем вперед, да, чтобы стряхнуть дом. Просто разрушить дом. Давай, сучка, давай. Давай, дрифтуй, пока. Ты не сказал, что конгресса. Так, подожди, сука, мы уже прошли. Нормально, в принципе. Сейчас разрушится. Дрифтуй, дрифтуй, попочка ты моя, давай. Давай. Все. В общем, короче, Майкл, мне к тебе совет. Просто разбирайся с женой. Этого. К чему Риаста в покое. Все, мы отомстили. Теперь просто спокойно едем домой. Майкл показал, что тот мудячок не на того напал. То есть, да, Майкл, он такой, он любит мстить. Вместе это блюдо, которое подают холодным, и кто-то звонит нам. И кто-то нам звонит. Я теннис-кодец. Я храню бочки для жизни. Я просто хранился там. Дай мне фон! Ты! Да, ты! Гринлайт! 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 Мартин Мадрадзо! Дай тебе гринлайт! О боже. Хех. Этот момент мне напоминает миссию в GTA 4 с Романом. Там где нужно тоже от каких-то уродов уехать, в общем. Сейчас у нас будут преследовать чуваки, того чувака, хозяина того дома, которого мы разрушили. В общем, мы разрушили его дом, и тот решил нам там слить. Мы должны быстренько переключиться на Франклина. Так как за Франклина будет легче... А, мы должны отследиваться, да. Представляете одну из миссий в Валент-Сити? Без тебя. Боже, эти ужасы все милые! Давай, стреляй! Мы должны подвести, мэй. Попь это дурак! Так. Узнам еще один хвост. В общем, Майкл ввязался, ты в неприятности. Я думаю, мы потеряли его. Окей, мы возвращаемся к моему комнату и думаем о том, что это. Вау! Черт! Ты делаешь хорошо! Я имею в виду, твои цены все вокруг, но ты был помощь! Спасибо! Я поняла! Окей, не забывай! Поехали на страницах, работай на твоих цены! Все будет хорошо! Ох, черт, чувак! Черт, ты хорошо? Хорошо, как вино! У меня несколько ног. Ты хорошо? Я имею в виду, ты хорошо! Я круто, это ты! Ментально! Ментально? Скорость, я наше великое ракетах. Мой стиль не подходит в таком классе. ТА. Да! ПАННЕ, бебя! Маня... Мы не ожидали... Но нам не обовлевать Прямо денег возлеain Мои... Мои... Все... Главное силие... Ваши... Пойесли? Радео... У нас играл не Кельбек только что, в селф-радио. Откуда он вообще там взялся, я же не... Странно, да? Ну ладно. Сейчас будет одна жестокая кат-сцена, поэтому не жжите над Майком, пожалуйста, не ютубостью, не жжать. Майкл, конечно, не Фил, но Майкл совершает иногда поступки даже не серьезнее, чем Фил. Так что я пока что немножко перекурю, а вы тут пока смотрите кат-сцена. Ох, черт, я думаю, что мы будем узнать. А вот их лаворезы. Так, сынок, какого хера ты получил два? Теперь я отстыхаю тебе ремешком. Я знаю, кто ты живешь, я знаю, где ты живешь. Кто ты? Я Фрэнкл. Лицензия. Теперь, Фрэнкл, может быть, помогите, мистер Десанта, кто я? Я думаю, Мартин Мадрадзо. Хороший парень. Может быть, ему немного подозрения. Магазар, конечно, мистер Десанта. Мистер Десанта, это, что... Мистер Десанта, который легитимный бизнесмен, который был непонятно изваленством о руке в машиночке-американской, и наукротическом. Но возникают под meistens, потому чтошие бедные появились. Хороший парень. Теперь, Майкл. Я есть вопрос для тебя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но хотя, в принципе, его понять с одной стороны можно, потому что он как бы... Ну, был в состоянии аффекта, то есть, да... И поэтому ему пришлось это сделать... Продолжение следует... Такие у нас дела... Подкатил к нам владелец того дома... И, в общем, дал нам люлей... В общем, вот... Так отцены... В общем, если вы будете получать, ребята, плохие оценки, в общем, так вас битый и забьет ваш батя. И вы будете так же валяться и, в общем, думать, что... Ладно, это я, конечно, вред несу. В общем, Майкл разрушил дом этого Мартина Мадразу, уважаемого бизнесмена, про которого говорил Франклин. И теперь нужно заплатить немалую сумму для того, чтобы восстановить этот дом. И Майкл сейчас, в общем, пытается как-то решить этот вопрос. Да, вот такие дела, мы должны немалую сумму денег. И теперь Майкл ищет пути, пути, как же достать нам деньги на починку этого дома. Да, Майкл, ступил ты конкретно. Не нужно было ломать дом. Нужно было просто поговорить со своей женушкой и... В общем, свой пыл отыграть на ней. Но ты не захотел, и поэтому... Такие вот дела. Так, ну ладно, в общем, на этом, думаю, можно уже закончить. Прошли мы две миссии. Да, дальше будет всё в разгаре. Майкл связался со своим старым другом, которого зовут Лестер. И теперь этот Лестер в будущем нам поможет раздобыть кучу денег. Ну, разумеется, не мирными способами. Разумеется. И какими способами, мы узнаем уже в последующих частях GTA V. Ну, а с тобой был я, Кирилл Димыч, с тобой Пашенди. Я думал, я думал, что сейчас вылетит игра, а я уж вообще испугался. В общем, с вами был я, Кирилл. Это была четвёртая часть прохождения игры GTA V, Grand Theft Auto V. Удачи вам и пока. Следующая миссия за Майкла по каким-нибудь вопросикам. И у нас открыты миссии Майкла, Лестера и два вопросика. Съездим на какую-нибудь побочную миссию по два вопросика. И у нас миссии также за Франклина. Тоже одна за Майкла, одна за Франклина. Ну что же, увидимся в следующей части. Надеюсь, мы решим наши нюансы, мягко говоря, с тем бизнесменом. Будь здоров!